А ты меня снимаешь? В общем, сегодня 13 число, 15 марта. Влад, подожди. Нет, нет, братан. Нет. О, привет, Ю, Кузьми, 2003. А что ты делаешь? Всем привет, мы на канале Рейси Скутерс. И сегодня мы едем кататься в скейт-парк с этим молодым человеком. Его зовут Коля, по милии как? А ты меня снимаешь? Нет, тебя. Да, да. А, да. О, всем привет. Сегодня мы едем кататься в Монино. Погнали. Такой переход, типа, бог. Значит, мы сейчас едем в ПГТ Монино кататься на самокуте. Я скажу, ну, я хочу вам сказать одну важную вещь. Вот Влад сейчас снимает одной рукой, другой рукой держится за руль. И получается, передача переключая я. Потому что машину нужно вести, получается, двумя руками. А как бы, ну, одной... Паш, мы влог снимаем, передай привет. И очень тихо, еще раз. Мы за тобой уже едем. А через сколько вы будете? Через сколько? Минут через 15. Минут через 15. Блин. А я успею поесть? Нет. Успеешь, да? Быстро. Одной рукой ешь, другой собираешься. Все, мы как-то едем, подождем. Удачи, давай, пока. Ну, так вот, и Андрею я хочу мусуль твоя продолжить. Типа, вместе мы команда, и вы, как бы, машину по отдельности водить не можете. Да, да, и получается, вот у меня тут старые педали, ну, типа, вот они там глубоко, мы, к сожалению, себя не похожи. Знаете, как на инструкторских тачках? Ты вот, Влад, он, как бы, ничего не опытный водитель, а я, как бы, уже фигачу. И вот, получается, смотрите, вот я сейчас на газ немножко нажимаю, вот тачка начинает ехать быстрее, видите? Ну, да, реально. Вот, но при этом Влад ничего не делает. Ну, сейчас я отпущу, конечно, чтобы, типа, нормально, ну, в общем, вы понимаете, да? Ну, реально. Ну, я на всех случаях контролирую, чтобы все-таки было. Слушай, а перекуси передачу. Это вот все Андрюха рулит. Я только управляю автомобилем, вот так. И все, больше ничего не делаю. Получается, так, вернемся, когда будем забирать Пошу. А, ну, давай. Мы приехали в скейт-парк Монина. Это Андрей Скутовский. Это Паша Пшеничный. И сейчас мы будем кататься. У нас сразу, правда, на улице, как назло, пошел мелкий дождь. Я не знаю, я надеюсь, это быстро высохнет. Как ты думаешь? Как бы, я, у меня, да, в общем, сегодня 13-е число, 15-го марта. И весь прикол в том, что мы же находимся на ютубе, и дождь можно выключать по щелчку рука. Рука. По щелчку пальцев. Я, правда, щелкать не умею. Сейчас, подожди, потренируй. Сейчас, я помню. По хлопку. Дождь можно выключать по хлопку. Сейчас, ну, просними асфальт. Че, все, вода заливается. Сейчас, получается, идет дождь, и я сейчас хлопну, и дождя не будет. Вот, смотрите. Не получилось. Давай еще раз. Давай еще раз. Да не выходит еще раз. Надо смонтировать, надо смонтировать. Ты понял, типа? А-ха-ха, я понял, понял. Да, еще раз давай. Сейчас мы переместились от этой грязной, плотной машины. Вон, кстати, она очень чистая. С Андреем Скутовским в Скирт Парк. Это реклама? Давай пока. Сделать, ну, я думаю, пару бенгеров, пару бенгеров, вот, наверное, дропнуть сюда 90, получается. 90. Ну, да, ну, я не знаю, получится. Я хочу, я хочу банихов здесь. Мы попытаться, это, как оно называется, трикорировать через этот период. Может быть, получится. Окей, этим сегодня займемся, погнали. Сейчас мы переодеваемся с Андреем Скутовским, с Пашей. Не снимай, я же переодеваюсь. Это защита Пьюз, она защищает от излома ноги и щекотку. У многих райдеров, наверное, была такая проблема, вот, у меня она была. Я, короче, повернул ногу сильно, ну, потянул связки. После этого я очень боюсь кататься, но с этой защиты я себя чувствую как-то увереннее, значит, все равно катаюсь на уровне, как бы, плоха. Андрей Скутовский, сегодня я ему, значит, заплатил 1000 рублей, он обещал мне научить за час кататься, как на уровне Рамильмс. Так что через 15 минут вы увидите, как уже делают два флэера в том, в этом, как это называется? Пирамидку. Нет, вот сюда. Вот в пирамидку. Мы договорились на свое время, зашить нас. Только решили начать раскатываться, и на улице начался дождь. Андрей, ты сказал, что по хлопку дождь пройдет, но как-то не сработало. Чего? Ты сказал... А, так ты же, в смысле, сработало, но просто еще раз хлопнет. Давай. А, переключаем дождь баром. Видите, дождь ушел, начался снег. А, ну да. Как же нам повезло, что дождя теперь больше нету, ведь мы будем кататься в этих сугорубах. Все. Я надеваю лыжи и еду кататься. Хорошо покатались сегодня. Вы клип. Спасибо за катание, Андрей Студовский. Пока. Улица, начался лютый дождь. Это снег. Или град. Я ничего не вижу. Вот, представляете, не работают магазины оптики, и нельзя купить линзы. Вот, представьте, вот, допустим, ну ладно я, у меня не минус 100, у меня минус 99. А вот те люди, которые, типа, реально, там, без бизнес, без очков не могут. Или, например, вот, очки бы я снапнил, у меня не было бы другой пары, и все, и типа, как ходить. Есть, типа, люди инвалидные, например, которые, там, ну, реально, очень большой минус, они без очков не могут, и что, типа, они не могут, получается, очки купить. С ребятами решили поехать покушать в Макдоналдсе, пока что сохнет асфальт, он, кстати, уже довольно сухой, и вот такая вот дикая очередь в Макдак, блин, мои пальцы было видно. Там очень много машин, это еще не все просто видно, ну, все язык, все люди просто, не знаю, не справляются, что ли, с этим потоком. Что ты думаешь, Андрей? Я думаю, что еще же сам Мак не открыт, только на выдачу открыт, поэтому проще заехать на Макавт. Поэтому все ездят на Макавт. Это единственный способ, как можно купить, покушать в их сети ресторанов. Типа, там, вообще, не питайтесь вас пудом, это плохо, но иногда можно, раз в месяц. Ну, да. Ну, давайте. Короче, мы сейчас стоим в очереди в Макавт, мы сейчас решили покушать и поехать обратно кататься в наш местный локал Монинский, Рейс и Скутер Спарк мы его называем. И, ну, мы решили съездить покушать, потому что асфальт еще был мокрый, но он уже высох, и я, пока стоял в очереди, придумал такую тему. Я сейчас куплю где-то 5 или 10 чизбургеров, или что там, чизбургеры, и тебе будут давать чувакам в скейт-парке за лютый трюк. Ну, если там хоть кто-то будет, а там сейчас приходят, а два чувака стоят, как бы. Мы приехали в Монинский скейт-парк, купили сейчас покушать. Я купил чизбургеров для чуваков, и сейчас я буду просить их делать трюки за еду. Вот эти чизбургеры. Все, чуваки, лютейший трюк, кто будет первый исполнять. Паш, например, ты. Я говорю. Я гадаю тебе амбрео в квадре. Я труп из байдюет, и здесь все. О, давай, давай. Решил делать бутеркап, но, в принципе, это сложнее, чем амбрео. Чуваки, вы сегодня Синча не выиграете такими темпами. Я сам этот бургер съем. Погнал. Чувак, что ты там? Бэнгер сделал. Ловишь? Да, да. Паш, Паш, разложил. Ты снял? Да. Смотрите, вот, давайте представим, что вы купили вот картошку в Макдональдсе. Это у вас осталась последняя штучка. Представьте, что там нет. И вы можете сделать из одной картошки две, атери раз. О, бэнгер! О! Больно? Нет. Будешь все делать? Maybe. Я подумал, что пусть человек... Зон заслужил, короче, городской бутерброд. Не хочу, чтобы он убился, там реально квотер как бы такой. Красавчик. Ладно, подожди. Нет, нет, братан. Нет, я не буду тебя ждать. Это там Пау хочет меня поймать и засиловать. Короче, мы съездили в Ногинск. Это довольно далеко от Монино. Это километров 15 на машине. Мы ехали до 13. И, короче, мы купили два Ройла, видите? Два Ройла. И, короче, нам их не положили в заказ. Я очень сильно разочаровался, но тут реально этот ресторан. Ты что, я перепутал с бургером, братан? Получаешь, бута! Нормально, нормально. Ну и мы еще... Так, OneFoot, два на Вив. Кто следующий будет делать трюк? Buttercup transfer. Я не знаю, что должен сделать кто-то из них, какой-то трюк лютый, чтобы получить этот городской бургер. Надеюсь, в будущем когда-нибудь я буду так разыгрывать свои детали. Рейси-скутерс, там, титановую вилку и че-либо так. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы Влад разыграл какую-нибудь деталь от Рейси-скутерс. Да, если ты наберешь хотя бы 200-300 лайков, то я, наверное, разыграю после карантина, когда хотя бы сделаем партию деталей. Надо было ртом ловить. Ну, как бы, такой кортенц у нас прошел сайф-класс, если хочешь увидеть другие бургеры в таких видео, если ты хочешь, чтобы взять что-то из KFC, например, булочки там разыгрывали. Ну все, вырубай. Братик, я тебе покушать привез, но только при одном условии. Мы тут между ребятами разыгрывали бургеры. Вот они в том пакете лежат, осталось два. Если делаешь прямо сейчас бэкфлип, я тебе даю бургер. И при чем вот это дело, это наши билки Рейси-скутерс. Вот это просто прикол. Брат Санзу залужил м-бургер. Да, это бургер Рейси-скутерс, брат. Новые колеса и билочка Рейси-скутерс. Это наша булочка Рейси-скутерс. Она... Мягкий титан. С титановой котлетой. Ну как тебе? Вкус титана есть хоть чуть-чуть? Домой. Пока. Дикарь. Украл булку городскую и уехал. Нормально. Палец в кадре. А, это Илья. Я хочу попробовать сделать трансфер вот в этот уголочек. Это вроде очень просто, но для меня это стрёмно. Просто я боюсь зацепиться задним колесом. И сейчас я буду пробовать. А потом я попробую себе в дорожку вместе со Скутовским. Да, Андрюх? Пошел ты, я не буду делать. Будешь делать? Я не буду делать. Ильюх, будешь делать? Будешь? Все дорожку все будем делать. Так как я говорю, что мне страшно, Иль Кузьмин стоит такой, вот дебил. И это жесткое приземление выдержало вилку в рейсе Скутов-н-даун красненькая. Все с ней отлично, все с ней классно. Петя решил перелететь в трансфер в эту фигуру. Здесь примерно 20,5 шага. Ну, где-то 2 метра, наверное. Здесь же есть 2 метра, да? Да, тут выше меня. Давай, Петь, погнал! Ну, он через руль перепрыгнул. Это читерство было. Петя, читер. Как-то вот так вот сейчас на улице у нас все происходит. У нас пошел дождь, снег, непонятные ситуации. Походу, разозлились на то, что мы не соблюдаем самоизоляцию. И вот Андрей Скутовский собирает поофили, сейчас пойдет пешком домой. Ну, ладно, я шучу. А-а-а! Блядь, сухо! Короче, 3 ОХ я их выгоняю из команды. Андрей, привет! Не хочешь кататься за мою команду? Рейзер Шутерс. Только нужно уметь... А что вы мне будете давать? А-а-а, что ты умеешь? Лиггнум! Смотри! Лиггнум топ! Смотри! Бал! Сла! Иди сюда! Сла, ты будешь? Вот, девай! Вот, дробь в одну! Я тебе дам деку Апекс! И титановую вилку! И руль! По рукам? Да. Если что, это шут. А, да-да-да. Это шут. Слай! Да только что Андрей в одну ногу дробь оттуда сделал! Ты какую-то хрень показываешь! Иди в задницу! О! Привет, Юл Кузьми 2003! А что ты делаешь? Жёсткое ДТП! А, я с вами новое видео на канале Рысь Скутерс! Горит лампа! Кстати, а что машины заправить? Я зайду! Пока, Илю! Пока! Встретимся в следующем видеоблоге! Может быть, в этой... А, куда тебя? Дверь отпустил! Дебилы! Ёбан! Я чё телефон не выженю, когда туда дачу гнать? Пацаны! Это спойлер! Проезд бесплатный! Ты слишком много! Слышишь? Ебать! Нормально, нормально! Сейчас я... Я, может, еще... Подорвить с резкими платами. Чё, купай! Слышишь? 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 Пока, Слышишь! Пока! Андрей, может, я тоже помыть и давно не мылся? Спасибо, что посмотрели этот видеоблог и он подошел к концу. Ставь класс, если тебе дошла такая движуха вместе с Андреем Скутовским. И, скорее всего, если вам это понравилось, мы будем делать вместе, чаще, в виде коллаборации. С вами был Владислав Артуров. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наши группы ВКонтакте. Ставьте колокольчик. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok